Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешным. Аминь. Объявляй Евангелие от Матфея. Матфея 7 глава, 1 стих. Не судите, да не судимы будете. Толкование блаженного фефилакта. Господь запрещает не укорять и выговаривать, а осуждать. Потому что укорение и выговор служат в пользе. А осуждение клонится к обиде и унижению. Особенно же, когда кто-либо, имея чашские грехи, поносит и осуждает других, имеющий меньшие грехи, за которых будет судить Бог. С этим вопросом, осуждением, люди просто играют. Что бы ни сказал, явно непорядок. Почему ты осуждаешь? Самое простое дело. Вот я говорю, видишь как, вот у нас есть специально там ГИБДД и прочее. Стоим на остановке, и машина прям, видно, асфальт, там прогиб такой большой. Я говорю, вот власти почему же за этим-то не смотрят? Надо как-то сообщить. А что вы их судите, вы верующие? Да как же я сужу? Надо смотреть, видите, как машины сразу оборачивает или подбрасывает их. Ну я подошел к милиционеру, сказал, потом позвонил еще. Неделю проходит, опять соединяем на остановке, смотрю, все заравнено. Или здесь вот. Отступление очень большое. Неправильно идет крещение. Ну неправильно. Ребенка держит вот так вот, как самолетик, на голову, ладошкой что-то там мочит и говорит. Вот крещение такое танце, в котором человек погружается. А какого погружения никого нету. Стоят одевшие там или карапиты, или как. Я говорю, крещение-то извращено, священники не хотят учить людей. А что вы священникам судите? Я не сужу, я пишу об этом патриарху, епископам, встречаюсь, говорю. Люди не понимают, а то, что ждение означает приговор. Не судите. То есть человеку этого не спастись. В конечном смысле к этому ведется. Еще упреки, оно полезно, даже человек, если упрекал. А Господь никого не упрекал. Ну ты почитай Евангелие, ты найдешь. И возрел с гневом, и упрекал их много. Ты открой просто Библию эту. Люди не знают Писание. Вот нападают на меня. Вы против мощи святые, там поклонялись. Я говорю, ну как бы не поклонялись люди. Там какие-то правила принятые были. Но остается в силе, прах ты и в прах возвратишься. Эти слова-то, они даже как-то примирить с теми, что сегодня делается-то. Вот это трупопоклонство-то просто какое-то нечеловеческое. Гоняются, стоят в очереди, голову привезли. Руку привезли, там ключицу, кость. И каждый из себя старается это иметь. Ну зачем это? Я говорю, Писание это запрещает. И погребли Стефана мужи благоговейные. Так вы трупом называете? Ну а как? Илью пророка и Еноха убили. И написано, и трупы их, бросим на улицах города. Трупы. Если это Илья пророк, трупы, это можно сказать. Если, где говорит труп, там соберутся орлы. Значит, трупом называет самого себя Господь. Вот это вы осуждаете, а не я. Я по Писанию говорю, что мы делаем неправильно. И далеко неправильно, и очень неправильно. И что из этого дальше с нами будет? Заблудилище. Развал один. Евангелие люди не знают. И вера-то такая, все как, языческая. С этим словом надо разбираться. А чтобы не судить никого, я не буду разговаривать. Да Бог дал язык раздать для того, чтобы не разговаривать. А тогда в пустыню надо уходить. Вот монахи были. Да монашество это антиевангельское явление, в том виде, в каком оно есть. Монашество породило мусульманство. Коммунизм, фашизм, все это на совести монашество. Потому что не проповедовали, не благовествовали. Во времена апостолов почему не было Мухаммада и других-то? Потому что учение Христово от каких-то немощных рыбаков, оно буквально затопило весь мир. Их гонят. Но Деяние апостолов 8.4 говорит, и рассеившиеся ходили и благовествовали. То есть самые сильные остались в Иерусалиме. А остальные, кого разбросали к родственникам, уехали, благовествовали, шли, проповедовали. И стало мировой религией. Более миллиарда христиан на земле. А кто говорит и два миллиарда? Не судите. Не судите. То есть не выносите приговор. Вот все, человеку не спастись. Да, у меня есть люди, вот о которых спрашивают, ну ты веришь, что могут покаяться? Я не верю. Мне вот, судя по их поведению, кажется, они похулили Духа Святого. Они хуляют все, абсолютно. Все. Поносят таинство, поносят церковь Христову. Они от всего отреклись. Детей так настраивают. Но Бог силен. Но это где-то рядом. Или похулили Духа Святого. Больше ничего нет. Далее. Матфея 7 глава, со 2 по 5 стих. Блин, а ты чуть-чуть подальше, маленечко. Звоняешь. Вот так, давай. Ибо каким судом судите, таким будете судимы. И какую меру мерите, такую и вам будут мерить. И что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, а бревна в твоем глазе не чувствуешь? Или как скажешь брату твоему, да я выну сучок из глаза твоего, а вот в твоем глазе бревно, лицемер, вынь прежде бревно из твоего глаза. И тогда увидишь, как вынос сучок из глаза брата твоего. Толкование. Блажен Филакта. Кто хочет укорять других, тот сам должен быть беспорочен. Ибо если он, имея в своем глазу бревно, имея чашский грех, будет укорять другого, имеющего сучок, то сделаешь его бесстыдным, потому что тот, обидевшись, станет также укорять его самого. И таким образом впадет в грех осуждения. Впрочем, Господь показывает, что великий грешник и не может хорошо видеть грех брата своего. Ибо как он, имея бревно в глазе, увидит другого, легко уязвленного? Толкование закончилось. Ну, понятно. Вот эта лесопилка, как говорят, бревна, они всегда и всюду преследуют человека. От людей, которые не знают священного писания и не имеют страха Божия. Просто скажи, нормальное состояние в государстве, что при таких сокровищах все разворовали, а говорить нельзя, а что ты его судишь? Ну, как судишь-то, когда он вор, проходит маленькое время и попался, за ним там убийство исчислятся, в Интерполе разыскивают его. Ну, это-то уже понятно. Я когда об этом говорил, писал правителям, писал об этом прежним генеральным секретарям партии, вы меня осуждали все, меня сажали за это. Я продолжал говорить, а сегодня все это обнаружилось. Вот это раскулащение было, украинский голодомор, это же умышленно все сделали. Все это под руководством вождя, усатого гуталинщика, этого людоеда. Но в то время говорить нельзя было. Да, я насчитывал архипелаг, ГУЛАГ распространял, первый в стране. На аудио насчитал, до Нового мира, до журнала, где 30-летие отмечали первым главом архипелага. Я ровно на 10 лет наполнил буквально страну вот, насчитанным. Как меня осуждали, да как это может, да это наша страна, да он предатель такой, он сам был сексот, ну и как угодно, наслажденица. Да то вы его судите, а вы недостойно его, говорится, сандали ему развязать. Кого судите-то? И в любом вопросе надо смотреть в конечном счете. Вы прежде, сущок, это означает смирись, признать себя виновным, это самая конструктивная программа. Не кто-то виноват, я виноват. Вот конкретно надо начинать делать. А что вы обращаетесь к себе, на ком я буду показывать? Я тебе скажу, Павел говорит, подражайте мне, как я Христу. Что он, Павел, себя выставляет? А далее, говорит, и тем, которые имеют этот образ. Вот с детьми, вопрос какой, много беспризорников, дети не учатся. Господь позволил мне образовать детский православный лагерь, ему 41 год. Он один был, такой, весь Советский Союз. Вот вопрос его не решает, там начинает, евреи все захватили. Я не оспариваю это правильно, ну кого ты судишь? В твоем-то глазе, сколько, сколько ты пропил, потратил? Вот у меня обратился в доме еврей, стал православным батюшкой. Ну пускай через каждого священника один еврей обратится и станет священником. Ты окажи им любовь, у нас оружие есть и непобедимое оружие на все века, любовь. Вот начинают кого-то там судить, мусульмане, думают, мусульманам надо учиться, просить прощения, сколько гнали, их добили, казанских сирот-то, по всему миру, сколько. И в любом вопросе, вынь сначала, прежде сучок. у другого, у себя бревно, а вы видишь, как у... Ну, человек этого не хочет даже видеть. Мы должны просить прощения за отречение от царя Николая. Вот такую еда лезут, а сегодня не видят. Я говорю, а что ты сегодня сделал для того, чтобы в школу-то не лезли священники с этим отделом общей культуры-то, основами? Как это? Да это же беда, что они туда лезут-то. Они развращают детей. Они не знают Слово Божие, что ты сделал конкретно. Ну, вынь прежде, это бревно, что ты ничего не делал, бездельничал, сидел, посты нарушал, нарушение там в церкви идет, неправильно венчает, а венец держит, даже на голову не опускает. Венчания-то нет никакого. Это обман. Причащает всех подряд. Ты почему не говоришь-то? У нас бревна торчат у православных-то, кого ты исправлять будешь? А почему другие секты отходят-то? Потому что мы не такие, от добра не ищут добра. Конструктивная программа в том, что я признаю себя виновным. Начинаю тянуть бревно из своего глаза, из православного. А тогда видно, как свечок сектантский вытащить. Давай. Матфея 7, глава 6, стих. Не давайте святыне псам и не бросайте жемчуга вашего перед свиньями, чтобы они не попрали его ногами своими и, обратившись, не растерзали вас. Толкование. Псы неверные, а свиньи, хотя верующие, но ведущие жизнь нечистую. Итак, не должен высказывать тайн о Христе неверным, ни светлых и жемчужных слов богословия, ни чистым. Потому что те, как свиньи, попирают или презирают то, что им говорят. А псы, обратясь, терзают нас, как поступают так называемые философы. Ибо, коль скоро услышат, что распялся Бог, они начинают терзать нас своими умствованиями, говоря, что это невозможно, и в своем высокоумии взнося хулы на Вышнего. Вот этим стихом пользуются очень многие. Вокруг все свиньи, вокруг собаки, а я праведный. Ты сначала определи, кто. Толкование-то дается. Свиньи – это мы, верующие, которые, действительно, свиней держат, едят, это не об этом даже речь, а живут грязный образ жизни, как свинья, все носом ковыряют. А псы – это неверующие, язычники, иноверцы, беззаконники, которые не относятся к христианству. Вот что это означает. И не бросайте им святыни, никакой святыни. Ну, два раза сказал, он смеется. После первого-второго разумления отвращайся от него. Ну, на одно только феофилак указывает, что не надо говорить о таинствах. Об этом говорит Иоанн Златоуст. Когда дело доходит до причастия тела и крови Христовой, то Златоуст говорит, не распространяемся об этом, ибо верные, стоящие в церкви христиане, прихожане, знают, о чем я говорю. Хранящий таинство веры диакон об этом не говорит. А сегодня с улицы, кто бы ни пришел, любая цыганка, священник стоит с чашей, кто еще не причащался, кто не причащался, прямо криком кричит, толкает в это преступление. А Иоанн Златоуст говорит, тело мое лучше отдам псам, собакам, на съедение, нежели тело Христово недостойно причащающемуся. Сегодня это включить в церковь, это никого не будет. Вот и все. Подряд. Может быть, не 99, а 100% непригодно. Когда я однажды разъяснил это, что такие оглашенные, а священник говорит, я должен первый выйти. Ну и выйди, сотвори это благо. Я видел, как два священника вышли перед народом и покаялись, что мы неверующие. Мы неверующие отчислаемся своими семинариями, академиями, магистерскими званиями. Это никому не нужно. Ты выйди к народу, ты понеси его тяготы, ты разъясни ему. Иоанн Златоуст говорит, для того, чтобы обратить человека, рассказать о христианстве, христианинам его сделать, нужны тысячи талантов. Я должен быть хорошим психологом, нужду их, узнать человека, пойти помочь ему, разъяснить, семейное положение уладить. По работе, все должен знать. А для того, чтобы крестить, ни одного не надо таланта, вообще никакого. Как механически, взял его, в воду погрузил, достаточно быть рукоположенным законно, по хератоне от апостолов, и незапрещенным служением. Все. Когда я говорю к священникам, они головами крутят. Как это, ни одного таланта? Ну, Златоуст сказал. Против Златоуста они боятся, гляжут, замолкают. У нас хорошо, авторитеты есть, толкование. Не давайте святыни псам. Вот определи, что такое святыня. Святыни говорят об цитах, таинствах. Ну, вот на таинствах мы, на этих сечествах останавливаемся. Как философы разъясняют учения, там, о Троице, филиоквы начинают спорить. От отца или от сына исходит Дух Святой. Одна-две воли. С Неверующим разговаривать никогда об этом не надо. Они над этим над всем смеются. Им нужно рассказать о Христе, что Спаситель мира умер за нас, что Он безгрешный взял наш грех. Он распят был. И кровью Иисуса Христа мы ощущаемся от всякого греха. Людям нужен Христос и Библия. Установить авторитет Святой Библии, чего у нас, православных, совершенно нету. Мы с нуля трудимся. С нуля. И показать, что благодать имеет тройственное свойство, как толкует блаженный, как сказать, Феофан Затворник Говоров. Благодать призывающая, благодать обращающая, благодать освящающая. Вот первые две стороны есть у сектанта. Третьего нет. У них нет священства. Они не понимают, что такое церковь. Они все вне церкви. Церковь только там, где есть священство, имеющее прямую связь с апостолами. А у православных нету первых двух. Хотя благодать освящающая есть. А что нужно? Соединить это то и другое, чтобы было. Дальше. Матфея, 7 глава, 7-8 стих. Просите, и дано будет вам. Ищите, и найдете. Стучите, и отворят вам. Ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворят. Толкование. Выше заповедовал нам нечто великое и трудное. А здесь показывает, как сию может быть выполняемо и именно посредством непрестанной молитвы. Не сказал, просите один раз, но просите непрестанно. Потом подтверждает слова свои примером человеческим. Кабы так говоря, кто усердно ищет чего-либо, тот обыкновенно находит искомое. И кто стоя у дверей, непрестанно стучится в них и дожидается с терпением, тому когда-нибудь непременно отворят. Так думай и о духовном прошении. Вот я обращаюсь к людям, говорю, скажи, как ты вот искал, стучал, отворил, а тебе верю? Как? Он не может ответить. Но ты искал или нет, что это божественные слова, это звучание небесных слов из Святой Библии? Да нет, я просто в храм пришел и мне понравилось, как поют там. То есть обращения не было. Рождение свыше это полное, абсолютное осуждение самого себя. Я не просто грешник, я погибший навсегда. И никакого спасения нету. Пока ты не примешь жертву Иисуса Христа, что Он умер за тебя и кровь свою пролил, страданием на кресте тебя Он искупил. И ты должен сказать меня, вот, так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Всякий это я. Я рассказывал, как у меня было в армии, везде тогда отступник был, Осипов Александр Александрович, отступник, преподаватель в семинаре Академии Ленинградской. Я его брошюрки покупал и по ним старался найти фильм отверженный Викторией Гуго, там Жан Габен играет. Это у меня был сильный толчок искать. И после армии помню, как корабль моей жизни, как он будто я во флоте служил, поэтому такие сравнения делаю. Угнала куда-то, живу я тут, жил-то в поселке Потеряевке, 150 километров от Барнаула. Куда поехать после армии? Тут преследуют, давят, и учиться надо дальше. У меня образование-то техническое, строительный техникум. Сам не знаю, доехал до брата в Москву. Там по карте смотрю и вспомнил, какие были хорошие ребята в армии латыши, Прибалты. Они не похожи на тех вот, которые с юга были. Те все как-то отработают, отлынивают, а это именно спокойные трудяги. И Парнис остановил самой на Латвии, и ехать надо туда-то. В конце концов, так и получилось. Там поступаю в высшее мореходное училище Рижское, и там меня Господь нашел 27 сентября 1962 года, в 17.00. В семье сектантов, там они 50-ники были с баптистами вместе. Я стучал, искал, молился тайно. Вот я, когда разговариваю, бывает семья такая, большая, люди, вот у нас даже деревни, скажите, а вы в детях видите избрание их? А как определить? Чтобы он тайно молился. Он уходил куда-то и молился. Или вопросы задавал по Священному Писанию. Эта душа исполнена благодатью Духа Святого. Вот у меня это всегда было. Учился в техникуме здесь в Барнауле, на квартире, и все время искал, куда укрыться. Укрыться, помолиться. Направленные в горы, в Восточно-Казахстанская область, в горах мы строим там лесопильные заводы. Ночью я встаю, часа в три, а рядом медведи, утром видно следы. И я иду на лапнику этих уелий, и становлюсь на них на колени, чтобы не на снегу быть, и молюсь тому, кто звезды сотворил, эти горы. Кто он? Я не знаю. Ночью один иду там, где медведи. Этого делать нельзя, но я этого не боялся. Я молился один ночью, глядя на звезды. Но кто же это все сделал? Что такое астрономия? Я уже знал, я много занимался. Вот это вот ищите и стучите. Господи, откройся мне, кто ты? Что Бог есть, мама мне сказала, что нельзя там воровать, блудить, от этого Бог сохранил. Это немалое дело было, страх Божий. Я боялся умереть непримиренный. Но считал, что Богородица выше Христа, потому что она мать по-человечески. А что, умер? Умер за меня? А когда узнал, что евреи его распяли, вот евреям надо отомстить, это я твердо знал, это враги. А дальше узнал, что Христос-то еврей, Богородица еврей, ой-ой-ой, сколько же я безумия это сделал в голове, но ничего не сделал, только думал, готовился к этому-то. Великое преимущество быть иудеем, евреем-то, преимущество, радость, что им верено Слово Божие. Верил Господь им, не нам, им, а через них я получил эту Библию. Вот что я искал, искал в толковании, к толкованию блаженного фопилакта Бог меня привел уже в первый год. Я искал, где же настоящая истинная церковь. Так что, неужели православие, именно православие, а если бы католик был, значит, католик. Католическая, дальше, Григорина Армянская, как копты и сирийцы, вот все, все, что можно назвать церковью, с заблуждениями, с ересами. Я стучал, просил, и Бог давал и дал наставников, которые разъясняли, тех, которые за Слово Божие сидели, приговоренные к расстрелу, как Александр Иванович Устинов, бывший радистом у Рокоссовского. Я и в это верю. И Бог открывает двери. Мы благовестие едем по другим странам сейчас, по России, часть, а остальное по дальнему зарубежью. Вот мы еще 15 стран проехали. Осталось еще, примерно, 25, Скандинавия, Прибалтика, да, Португалия. Мы просим об этом. Ни средств нет, ни машины, ничего. Но у нас есть книги, которые мы издали. Вот эти книги. Новый Завет, я потом покажу. И еще 38 книг я издал. Это невозможно. Я просил, средства он дал. Я эти слова переживаю каждый день. Каждый день. Я плохо слышу. Болит там глаз или что-то. Я ничего этого не знаю. Я просил у Бога, Господи, научи меня правильно болеть. Болеть, то есть прославлять. У других хуже. У других там шейка бедра сломана, еще что-то. Тебя гонят, меня сажали. Но меня не убили. У меня какая-то пометка КГБ стояла. И меня там не били. Не били. Последний арест, и меня уже не трогали. Ну, раньше было, руки вывершены, там у меня по сегодняшний день. То есть, я просил, за меня просили, и Бог это дал. Продлил жизнь 74 года. А что вы себе рассказываете? А где я буду по ним? Слова должны подтверждаться. Я жизнью свою еще раз подтверждаю, что это именно так. Просите невероятного. И Бог это даст. Я вернулся живой. Я не должен был живой. Я тайну о масонстве опубликовал. 14 лет над этой темой работал. Начитал. Распространил по всему миру ее. Я остался живой. Когда я освободился, из КГБ приехали и говорят, как он живой вернулся? Как Иуда Бен Гур. так он же на галерах был. Милостивый Цезарь. Он отпустил. Кесарь отпустил. Вот это помилование было. 25 марта освободили. В 87 году. Последний раз я сидел. Дивные дела твои, Господи. Простите и получите. Я прошу у Бога самого малого, чтобы душа моя была с ним. Почему? Так это то, что Бог создал для нас. Это естественно. И это самое малое сделало самым великим, заполонило все сознание. И поэтому о пище телесной не заботясь. Это я все проверил и скажу. Да так. Самая невыносимая обстановка делается выносимой. Переносимой, при том с радостью. Считай дальше. Матфея 7 глава, 9 стих. «Если между вами такой человек, который, когда сын его попросит у него хлеба, подал бы ему камень, и когда попросит рыбы, подал бы ему змею». Полкование. Представляя в пример то, как и чего дети с успехом выпрашивают у своих родителей, Господь учит нас, что ее Отца Небесного должно также просить постоянно и только полезного. Вы сами, говорит, видите, как ваши дети просят у вас полезного. На примере хлеба, рыбы. И в том случае, когда они просят именно полезного, вы даете им. Противного же тому не даете, хотя и просят. Так точно и вы ищите духовного, а не плотского. Вот эти слова-то. Ну, прочитали толкование? Я спрашиваю священников, вы это читали? Да, считали. Вложенного фефилакта, толкование, оно выпущено по Терриархии несколько лет назад было. Ну, а я даю комментарии еще здесь. Ну, если вы это знаете, а что такое камень? Камень то, что нельзя угрызть зубами и пользы никакой нету. Ну и что? Это означает славянский язык. Непонятно. Людей, которые в храме стоят, они мало понимают или ничего не понимают, а все не понимают. Вот полностью понимали, такого нету. Ни одного нету. Как-то сидел кандидат богословских наук Московской Патриархии. Сидели тут старообрядцы, хорошо знающие думают церковно-славянский язык. Ну и канон на Троицу. Один лист не могли перевести. Четыре часа просидели, одну страницу не перевели даже. И вот вместо хлеба, хлебом Слово Божие дают ему этот камень. Они говорят, мы не понимаем. Надо ходить, вот как Юресов. Ну надо ходить, и постепенно ты будешь как-то понимать. Да как же иностранный язык так разве учат? Вот ходи, ходи, слушай и поймешь. Тебе надо настойчиво каждое слово понимать. Одно слово не понимаешь, уже не туда поворот сделал. Да единого слова должен понимать. Перевод на русский сделан. Как противились этому. Это все. О переводе русском, синодальном говорить без слез нельзя. Как они душили, давили этих переводчиков. Как Герасима Петровича Павского, Глухарев, Макарий, Архимандрит, пострадал от них. Ну всегда было так. Просят люди, не понимают, Господи, то есть камень дают. Камень, у нас камнями наполнена церковь православная. И понемоле тогда люди стали искать где-то, где-то. Первая мировая война помогла. Были в плену, немцы их там не поубивали, а свенцема не было. Они вернулись оттуда, вернулись, уверовали. А как они уверовали в Германии? Да так, живое слово. Там корявым переводом таким. Но люди поняли, поняли слово. Да почему же нам батюшка не говорил? Они оттуда приезжали сразу к священникам, а уже священники знали. Пленные, зараженные, сектантством, штундисты, они собираются и считают Евангелие. Стали полицию тут, жандармерию, громить, как Пашкова, Родстока. Это все было. То есть на нас, на православных, столько безумия, столько камней выразить нельзя. Кого мы можем судить? Мы можем только плакать и говорить. Простите нас на коленях стоять, каждому руки простирать. Это самые жестокие люди, когда просят хлеба, а дают им камень. Камень. Разве даст Господь, говорит? То есть Христос в притче выявил, что ни один отец не даст. А отец Аяна, отец Василий, отец Михаил. Какой он отец? Лютый волк. Из вас самих восстанут лютые волки, нещадящие стадо. Примени это к себе. А там Павел призвал из Мелитови, Ефес, Деяние 20 глава. Кого? Пресвятеров, епископов. Это он им говорит. Будут говорить превратно, наоборот. И цель у них определенная увлечь за собою, чтобы батюшка благослови, батюшка благослови, батюшка благослови, храм, храм, храм. Бог не благословляет, а священник благословляет. Феофан Затворник говорит об этом, ну и что тогда избудется? Конечно, Божье. Эти благословения, Малахи говорит, Бог говорит, я проклинаю ваши благословения, проклятием вы прокляты. Ни о чем не знаю. Десятину народ не платит. За это одно проклятое. А свечи, торговля, на что-то жить надо. Да 10 всего прихожан, платящих десятину, уже прокормят тебя. Ну, церковь-то не 10 человек-то, а тысячи. Этого достаточно. Торговля должна быть истреблена, как богоненавистная, которую он вышвыривал оттуда. Ну, маленько-то гляньте, священное писание. Я обращаюсь к священникам, к архиереям, к патриарху об этом писал. Ну, я вот много преподавал в разных университетах, в воинских частях, во всех отделах милиции. Даже трудно сказать, где не проповедовал. Ну, люди задают, ну, вот вы все знаете, патриарху писали. Ну, от вас бы избрали патриархом. Что бы вы сделали? Я об этом написал патриарху. Первый же указ. Я сегодня патриарх. Вот сейчас. Имя свое не стал бы менять, так Игнатием остался. Патриарх Игнатий. Только я назвал честь ростовского чудотворца, а стал бы Игнатий Богоносцев. Сейчас его. Так, патриарх Алексеем остался в мирском звании патриаршем. Прекратить строительство всех храмов, всех часовен, всех монастырей. прекратить. Ну, и что? Все средства, какие есть, бросить на то, чтобы погасить, какие долги брали, в первую очередь, проценты эти. И издавать новые заветы. Хорошо издавать. И дарить. Новые заветы с псалтырью. И дарить всем. И начать полную перерегистрацию. Правильный вход. Заботиться о рождении свыше. И сразу же в первый день открыть тысячу училищ. Тысячу я открыл бы. Меня сразу, ой, а где бы вы учителей взяли? Народ жаждет. Учителей. Я знаю куда. Я бы обратился к баптистам. И сказал, вы можете быть преподавателем, научить людей, любить Христа, знать Его, принести покаяние, принять Его своим личным спасителем. И принять Святое Писание, как с неба сшедший дар Божий. Слово Божие, что написали вы святые, Божие человеки, будучи движимым и Духом Святым. Они сразу согласились, тысячи человек. И тысячи узнали про это дело. По всем общим. Мы тоже хотим бы. Их бы нанял. Платить не буду. Но от вас только одно. Подпишите все. Нигде православную догматику вы трогать не будете. Народ разберется. И кованы там, что там, мощи. Это мы потом разберемся. Дали. Некоторые дали подписку, некоторые нет. Ну и тысячи набралось бы. И уже на завтра у нас открылись бы училища. Государство наше было бы другое. Не было бы этих предателей там в Думе. Пенсии там назначают им оклады. 250 тысяч в месяц. У него что, 50 глоток? Вот у меня 5 тысяч, и я живу. 5 тысяч всего. 300 рублей еще. За 35 лет стажа. Стажа. Еще льготы тут. 100 рублей дают за то, что я сидел, в строке мотал. В этих тюрьмах в шеи кормил. Выход есть. Сегодня. Сейчас. Молиться об этом надо. Ну а тут написано молиться. А как молиться? Постоянно молитесь. 118-й Псалом. 164-й стих. Возьмите эпиграфом. Вот для меня это эпиграф. Семикратно в день прославляю тебя за суды правды твоей. Не менее семи раз в день становиться на молитву. А как это семь? А сколько один? Это три святые, сто поклонов. И своими словами с воздеянием рук. И вот таких пройдет время через час там опять не менее семи раз. Иоанн Златоуст в пятом томе толкования, псалтырия его, он говорит при множестве забот как царь он находил время семикратно удаляться и молиться. Но я не знаю что для Давыда означало молиться. Может он говорил Господи благослови, благодарю. Ну Псалом первый, второй там какой третий. Но не 118-й. Это определенно. Вот и все. Молиться семикратно в день. Самое ценное мусульман намаз. Молитва пятикратняя. Почему православных хотя бы троекратную не сделали? А если праведность не произойдет, праведность и книжников парисеев, а если они это знали, то нам нужно не семикратно молиться. У них пятикратно, у нас семикратно, а то и восемь раз, чтобы быть выше в этом направлении. Ну любое дело-то, прочитал, эти слова надо монтировать в сознание. Слово Божие живое и действенно. Оно живое, во мне должно говорить, тревожить, на молитву побуждать. Вот мы живем, работают, ребята рядом, заходят, а давно молились? Да нет. Вот полез к голубям, двое залезем, мы там воды наливать, все, давай помолимся здесь. Зашли там на склад где-то, опять помолимся. Дети где? Наша обслуга, время в начале молитвы. Глядишь, дети замолкли, тоже становятся на молитву. Это не утренняя, не вечерняя молитва, не за стол. Отдельно. Отдельно, семикратно в день. Вся жизнь изменяется. Другое настроение, другие мысли, другие чувства. Дальше. Матфея 7, глава 11 стих. Итак, если вы, будучи злые, умеете даяние благие давать детям вашим, тем более Отец ваш Небесный даст благо просящим у него толкование. Называть людей злыми по сравнению их с Богом, так как природа наша, как создание Божие, добра. Только по собственной воле мы стали лукавыми и остаемся лукавыми вопреки неизреченной Божьей благостине. Вот говорят, каждая душа по природе христианка, там Тартулиана, то Блаженного Августина, вот эти выражения, кого принадлежать, не важно. Но суть в том, что какая душа, она язычница, никакая она не христианка, она более похожа на животного. По природе она водами была, божественная христианка, там, когда она была без согрешения. Так что природа нашей души испорчена окончательно. И нужно искать, нужно молиться, и об этом Священное Писание нам на каждом шагу напоминает. Нужно взывать, не умолкать, не ослабевать в молитве. Молиться, и Бог сделает так, как Ему надо. Не здоровья просить только, а как тебе угодно. Вот что бы ни было, и в конце добавляю, да будет воля твоя святая. Я бы не знаю, чем кончится, как сон матери Рылеевой. Чтобы не сбылось так, да будет воля моя. И чем это кончилось? Сегодня у нас 11 октября 2013 года, мы в Барнауле. Богу нашему слава, во веки веков. Аминь. Потому что администратор, который работает на Ютубе, сказал, чтобы не больше полчаса. Так вот. Я тут сейчас покажу, что у нас самое ценное. Вот. Самое у нас, это вот из 38 книг, конечно, Новый Завет. Вот он. Вот он, Новый Завет. Это нами изданный. Полное, с откровением, толкование, по всем святым отцам. В каждой книге 752 страницы. Здесь 297 моих комментариев, по слову Божию. И здесь же, конкретно, мы раскрасили Гюстава Доре, 230 его картин, в полный лист. Все книги сшиты, это на мелованной бумаге, все на обсетной, чисто. Они подарены четырем президентам, патриарху. Вот. И вот здесь у нас, у нас есть сайт. Сайт, который Господь позволил создать. И вот так просто невозможно самому создать. Вот. Допустим, я сейчас покажу. Сайт называется «Восвете Библии». Православный библейский сайт. Вот. Это утро ранее, тут еще зависает где-то, не очень-то открывает его. Думал, сразу откроется, просчитался. Вот спрошу здесь. Вот это наш форум, православный форум Игнатия Лапкина. Ну, просто зарядите форум Игнатия, форум, это 1440 разных тем, тысячи роликов, тысячи фотографий, обо всем об этом есть. Вот мой листик, mail.ru. Просто зарядите Игнатия Лапкина. Тоже тысячи, более тысячи наших роликов, не просто роликов, а наши. Вот, миссионерская работа. Строим с нуля православную деревню. Деревню, где может поселиться кто не лжет, не пьет, не курит, не матерится, не ворует. Это Мамонтовский район, Алтайский край, поселок Потеряевка. Вот. Здесь все есть абсолютно. Вот. У нас открыт православный видеоканал, открытым оком о свете Библии. Ну, канал Игнатия Лапкина. Зарядите. Здесь почти тысячи наших роликов. Вот они. Начинаем дальше. По папкам разложено. Нынче мы проехали 15 стран. 100. За два года проехали где-то 360-370 городов, районных центров. И как и что было везде, дарим по полному комплекту в библиотеке свои книги. Вот мы подарили за два года на 7 миллионов 150 тысяч. Вот. Это жизнь православной общины. Что это? Ну, живой журнал. Пожалуйста. Тоже живой журнал заведи, Лапкин, и там ты найдешь. Почему-то не открывается этот сайт, не знаю. Пытаюсь открыть его. Чего сегодня так трудно дается. А может быть закрыли, может быть в это время какая-то ремонт, да, видимо, так и есть на сайте. его почему-то Юкосу где-то или кому-то вот она во свете Библии. Нет, это мой. Это мешает реклама тут. И вот здесь вот сбоку здесь 55 папок. Вот они идут, папки, их видно. Я отвечаю на 4124 вопроса. 55 папок тем. Отдельно католицизм, православие, работа, духовный мир, будущее, дети, поэзия. Ну все что-то 55. Вот допустим, ну что нам нужно здесь, что-то нас интересует. Ну болезнь. Вот открыл болезнь четвертый пункт. Вот она открыла. Если человек болен, опасный, заразные болезни, то надо ли его посещать? Вопрос 784 во втором томе. У меня 30 томов открытым оком. Книги называются. Кажда 752 страницы. Там проповеди. Вот интересно. Теперь ткнул в него. Все, теперь пошел ответ. Вот она где. Здесь проделана большая работа. На нашем сайте, вот сайт православный, который я показываю, вот на нашем сайте надо вернуться на первое. На нашем сайте, во свете Библии, вот он сайт, а вот православный форум Игнатия Лапкина написано. Мне вот книги сразу на форуме будешь. 50 книг Аудио, начитанных мной. Библия, 77 книг. 12 томов Иоанна Златоуста, 12 томов Жития Святых, 5 томов Добротолюбия, и все, 50 томов. Заходите, пользуйтесь. Скачал? Диск жесткий, дорога едешь, Иоанна Златоуста 12 томов никогда не прочитал. Я скажу, и слушатели моих, ни один еще не встретился, ни один. А один архиерей говорит, я, говорит, за время поста три тома прослушал, я, говорит, их никогда не считал даже, архиерей, митрополит, Гедеон, докукин. Вот все, что мы можем предложить людям, предложить наиглавнейшее, со смиренно-мудрем, подойти к тому, что дал нам Господь Христос. Говорят, да что вы сами толкуете, я не толкую, я вообще не толкую. Толкует Господь через своих учителей. А я дал только комментарий, усилив другими святыми отцами, места, где говорится о необходимости чтения Слова Божия, исследования Его, и молиться. Вот он, чудесный трехтомник, просто чудесный. Полное толкование с откровением вышло за 2000 лет впервые в западно-восточной церкви. Это чего-то стоит. Ну вот так, я тут уже начинаю заниматься, ладно. Надо мне положить. Не идти. А то у меня ящик, там у меня сидит голубок. Он маленький, сказать, здесь лечебный пункт, что-то он за ним мог, крылышко опустилось, и я его взял. Я могу даже один раз показать людям. Вот, показать. Вот это я закрываю, потому что кошки поднимают крышку. Это я все рассказываю людям, что в бедности, мы каждый день молимся, научи нас жить, Господи, в бедности, быть благочестивыми и довольными. Вот у меня голубятник есть, но голубок маленько за ним мог. Вот, ему надо дать поддержку. Вот он, голубок мой. Видите, с какими хохолками. Это турманы. На ножке об ножке. Большую я подстригаю, потому что они путаются в нем. Вот она идет. Это мои кошки. Ну еще. Ну, ну, понюхай, понюхай. Мирно жить вас не научишь. С собаками научил, а с голубями никак. Вот он какой. Красота-то какая. Я держу в основном белых. Турманы разные, другие породы. Пять пород было, но залез в колонок и в одну ночь порешил полностью всю голубятню. Виктор, там за ними учитель наш смотрит, зашел, как поле битвы по Куликову, говорит, заплакал, не мог удержаться. Такие красавцы, как не любить. Вот недавно новую голубятню образовал, там племянник все-таки решился держать. И ему в тот же день послал двенадцать таких красавцев. Вот они какие. Из всех птиц Бог избрал именно голубя. Из всех животных избрал овцу. Это надо считать третьей книгой Ездры. Из всех, какие существуют на земле цветы, он избрал лилию. Из всех гор гору Сион. Из всех народов Бога избранный был иудейский народ Авраама избрал. Ну, еще об этом злиться-то. Да вот они начинают на евреев они не Богом а сатаной избраны. Ну, за эти слова ты ответишь. Остаток Израиля спасется. Так евреи они все жидовские проценты, банки. Я не об этом говорю. Все это правильно, но главное, что мы должники перед ними. Во всем. Они дали нам библию. Не они, не эти, не сегодняшние. Они сохранили. Апостолы были все евреи. Я просто к примеру говорю. Ну, в любом вопросе Библия дает ответ. Бог так сделал. Голубя предпочел всем другим птицам. А я знаю павлин, длинный хвост. Ты знаешь, а Библия говорит так. И двух святой виде голубини, чистая птица, приносили жертву. Ездра говорит в третьей книге избрал. Избрал. И одну гору избрал. Гор там много. Не Монблан лезет, а Сион. И один народ. Да есть народы умнее, лучше, порядочнее, чем евреи. Я не оспариваю, но это наше мнение, наша, здесь, скажется, шкала измерения. А это Божье. Бог избрал их. А ты хотел бы быть евреем. Я русский, мне достаточно этого. Я никогда не завидую ни евреям, никому, но понимаю, Бог их избрал, и поэтому вот и все. Ты хочешь иметь благословение? Вот люди спрашивают, а что у нас благословение? Первое благословение никогда не проклинаю еврею. Первое. Никогда, никогда не прислоняйся к чужому разговору, когда поносят евреев. Благословляющий тебя благословен будет, проклинающий проклят будет. Проклят все у тебя будет разваливаться. Я благословен, вот все смотрят, когда меня и говорят, большего благословения просто мы не встречали. Абсолютно во всем. Мне вот в издании книг помогали евреи, большие директора, банкиры. Это невозможно издать такие книги. Вот этот один трехтомник это 75 евро стоит. Полный комплект, а мы подарили в 444 библиотеки уже дальнего, ближнего зарубежья по стране до находки 750 евро. Умножить на 440. Что получится? А у меня ничего нету. Вот как Господь делает. Сами люди выходят. Благословение последнее, которое уже в Ветхом Завете было, десятина. Плати десятину, открою небо и залью на тебя милости. У вас будет все. Я опять же обращаюсь к себе. Я плащу десятину. Не десятину, а девять десятин всю жизнь плащу. И поэтому у меня такое суперобильное благословение абсолютно во всем. У меня друзья, у меня много врагов, которые угонят меня, у меня незримые болячки. Все внутри, никто не знает и я никому не говорю. Но я хожу и считаю себя здоровым. Ну, главное подняться, главное одеться. А дальше ни один человек не должен догадаться. Как говорят, положительная энергия. Есть такое нехристианское выражение аура. Она должна быть положительной. А как? Благословение за все благодарите. Как ты дивен, мой Господь. За дело. Мне уже некое показало. Я отошел. все через...